Сенатор от Ульяновской области Айрат Гебадинов предложил создать единый федеральный стандарт обеспечения мобилизованных. Тему обсудили на последнем заседании Верхней Палаты. Сенатор отметил, что несмотря на то, что мобилизованные граждане отправились выполнять общую боевую задачу, поддерживают их регионы по-разному. По той практике, которую мы изучили, везде в каждом регионе разная поддержка. К примеру, в Татарстане выдаётся одному мобилизованному на одного ребёнка 20 тысяч рублей Республика Хаткассия, 100 тысяч рублей Москва, Санкт-Петербург. То есть, соответственно, у кого-то 100 тысяч, Ямал-Ненецк 300 тысяч. А по сути, наши ребята со всей страны оказываются в одном и том же месте, выполняют одну и ту же боевую задачу, поэтому они должны быть равны. И с этой целью я выступил, с этой инициативой. С ним согласилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила подготовить предложение по систематизации выплат мобилизованным вместе с Комитетом по обороне и безопасности. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, вот такая разница недопустима. И второе – недопустима задержка выплат. Ранее на штабе по комплексному развитию региона Алексей Русских поднимал вопрос о единовременных выплатах мобилизованным и членам их семей. Вопрос серьёзный и важный, поэтому требует работы депутатов и сенаторов от Ульяновской области в федеральном центре. Владимир Путин, выступая на Совете безопасности Российской Федерации, поручил чётко соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным участникам СВО. В размере не менее 195 тысяч рублей в месяц. Анна Тищенко, Уллправда ТВ